18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Хочется, чтобы было не только красиво, но и комфортно. Асфальтирование, озеленение и благоустройство. Анапчане сами решают, что войдет в программу формирования современной городской среды. По территории возьмем всех. Если будут вакантные места, будем брать и не по территории. В очередь за знаниями. Когда нужно подавать заявление о приеме в школу и какие документы для этого необходимы? Водители, пешеходы, пожалуйста, смотрите на дорогу. Две прерванные жизни и одна сломанная судьба – цена обеспеченности на дороге. Родственники и друзья погибших в ДТП Анапчанки призывают водителей и пешеходов быть внимательнее. 440 предложений для деловых партнеров готовит Краснодарский край на российский инвестиционный форум, который ежегодно проходит в Сочи. РИФ-2018 – одна из крупнейших в стране экономических площадок. Преимуществами принимающей стороны надо пользоваться активнее, считает губернатор Кубань Вениамин Кондратьев. Тем обсуждали на краевой планерке. Какие задачи поставил перед своими подчиненными глава Анапы Юрий Поляков в нашем материале. Российский инвестиционный форум в этом году пройдет в Сочи 15 и 16 февраля. В нашей стране это одна из трех основных площадок для презентации экономического потенциала края и любого муниципалитета. И этим надо пользоваться, говорит губернатор. Это уникальная возможность сегодня. Не просто встретить форум, не просто разместить гостей и сделать культурную программу, да и вообще пребывание на высокоморах. Мы должны первыми получить дивиденд от того, что экономический форум российский инвестиционный проходит в Сочи. Анапа намерена презентовать на инвестиционном форуме пять проектов на общую сумму 6,5 миллиардов рублей. Глава Анапы критично отнесся к ряду сформированных инвестпредложений. По мнению Юрия Полякова, надо реальнее оценивать перспективу развития того или иного округа, планировать строительство торговых, развлекательных и курортных объектов там, где они действительно будут востребованы. Суко, Гастагаевская, Анапска. Вот там надо, наверное, думать, искать, так как я говорил, пятна застройки Анжела Олеговна, там нужны будут школы, садики, мы там придем к тому. Именно реальные проекты, которые будут работать и задействованы будут. Добросовестного исполнения должностных обязанностей глава Анапы требует в вопросе освоения средств по федеральным и краевым программам. Эта тема также обсуждалась на губернаторской планерке. С начала года этот вопрос надо взять на контроль. Четко знать, когда выйдет. Не затягивать. Деньги пока подойдут завтра, после завтра, уже все должно быть готово для того, чтобы, грубо говоря, завтра объявить. У нас же все не так. У нас ждем денег. Получили деньги. Месяц готовим информацию. Да мы сами знаем, что нам надо делать и что делать. Документы должны быть готовы. Деньги пришли, объявили торги. Особенно это касается проекта в сфере образования, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Закончился сбор заявок на благоустройство дворов и общественных территорий в 2018 году в рамках федерального проекта формирования современной городской среды. Деньги будут выделены из бюджета всех уровней. В городе-курорте разработана специальная программа, которая будет действовать до 2022 года. Такая лужа здесь практически перед каждым подъездом, говорит руководитель местного территориального общественного самоуправления Анастасия Кульбякина. Это станица Анапская. Двухэтажные дома построил совхоз. Со временем фундамент дал осадку. Местные жители надеются, что им выделят деньги на благоустройство дворов. Новую программу здесь считают неплохим шансом. И до того не сидели на месте. Два года назад проложили канализацию. Во дворе новая детская площадка. Улицу Юбилейную отсыпают щебнем. Но здесь считают, что пришло время ее заасфальтировать и оборудовать тротуары. Как мы видим вообще благоустройство нашего микрорайона, нашей улицы, это, конечно, в первую очередь, первоочередно, это асфальтирование. Мы планируем, надеемся, прокладка тротуара, так как у нас здесь находится почта, так как это сквозная улица, проходимость очень большая, высокая здесь, так как у нас конечная 25-го рядом, а на другой улице 16-й маршрут. Плюс мы самый ближайший, как бы такой провинциальный микрорайончик к городу. Для участия в программе жителям необходимо будет собрать 1% от окончательной сметы. Остальные деньги выделят из федерального, краевого и муниципального бюджетов. На благоустройство дворов направят две трети финансирования. Еще треть на общественные места. Сквер на улице Крымской пора современить, так считает Наталья Варламова. Она возглавляет территориальное общественное самоуправление. Сюда буквально просятся деревья. А у себя во дворе местные жители хотят добавить зелени, привести в порядок ограждения, установить тренажеры, скамейки и урны, создать современную рекреационную зону. Хочется, чтобы было не только красиво, но и комфортно. И подрастающее поколение, оно где-то должно проводить время, так же, как и взрослое поколение. Люди же не должны сидеть в четырех стенах и смотреть только телевизор. В городском управлении ЖКХ обрабатывают поступившие заявки на 2018 год. В нынешнем виде программа будет действовать до 2022 года. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Избирательные участки, которые осмотрела специальная комиссия, на 80% готовы к проведению выборов президента. Особое внимание делается безопасности, а также доступности здания для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть участков находится в школах и других соцобъектах, поэтому основные требования здесь соблюдены. Необходимы также условия для работы избирательной комиссии до и после дня голосования. Эти моменты, а также маршруты перемещения избирателей также отработаны, так как избирательные участки своей прописки не изменили. Это первая проверка готовности. Отметки делают представители избирательной комиссии, города-курорта, администрации, правоохранительных и надзорных органов. На сегодня они обошли около трети из 75 точек. Там, где это потребуется, проведут повторный обход. На 80% на сегодняшний день избирательные участки готовы к проведению данного мероприятия политического. Остается только завести источники бесперебойного питания электроэнергии. И, помимо этого, есть некоторые рабочие моменты по настройкам видеокамер. Остальное все соответствует тому требованию, которое предъявляется для того, чтобы избирательный участник был готов для проведения выборов президента. С 1 февраля начинается прием документов от родителей будущих первоклассников. В ближайшие дни на сайте городского управления образования появится информация о том, какие адреса закреплены за каждой из 29 муниципальных школ. По действующим законам и правилам на место в школе претендуют все дети, начиная с 6,5 лет. В школу по месту регистрации их примут по заявлению родителей. Необходимо будет предъявить оригинал свидетельства о рождении, а также документ, подтверждающий место регистрации ребенка. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Выбрать школу можно будет после 30 июня, только если в ней будут свободные места. После 30 июня, с 1 июля, можно претендовать на вакантные места в образовательных учреждениях. По территории возьмем всех, если будут вакантные места, будем брать и не по территории. До 5 сентября включительно идет прием в образовательные учреждения. Прошло 9 дней с момента страшной аварии, которая произошла на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Крестьянская. Молодая женщина, переходя улицу, попала под колеса автомобиля, которым управлял пенсионер. От удара она скончалась на месте. В память о бане Сныткиной близкие друзья и просто неравнодушные анапчане организовали траурный автопробег, цель которого напомнить всем жителям Анапы, что дорога – зона повышенной опасности. Это последние минуты жизни анапчанки Анны Сныткиной. На камерах видеонаблюдения видно. Девушка убедилась, что ее пропускают и уже почти перешла проезжую часть. Но на крайней полосе автомобиль ВАЗ на скорости сбивает ее прямо на пешеходном переходе. Вместе с девушкой погибает и ее нерожденный ребенок. Анна была на четвертом месяце беременности. Также у погибшей остались муж и восьмилетняя дочка. Ее просто не увидели. Просто не увидел человек, который был в очках, который плохо видел. Я просто в таком скоротечном мире. Люди, пассажиры, водители, пешеходы, пожалуйста, смотрите на дорогу. Потому что прерывается жизнь молодых людей. Такая травма, такая утрата для всей семьи, для нашей. Уважайте друг друга, пешеходы, смотрите дороги. В память о бане на девятый день родственники и друзья организовали траурный автопробег. Сформированная колонна проследовала к месту гибели. Здесь настоятель храма Серафима Саровского, отец Александр, провел траурную церемонию. Пообщался с близкими и осветил место трагедии. Автоколонна продолжила свое движение в сторону городского кладбища. Здесь священнослужитель также провел прощальную панихиду, а близкие друзья возложили на могилу цветы и венки. В отделе ГИБТД отмечают, большинство аварий происходит из-за невнимательности участников дорожного движения. Особенно бдительным следует быть водителем, ведь на них лежит ответственность, в том числе и уголовная. В первую очередь водителю необходимо знать, если он приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо сбавить скорость, убедиться в том, что отсутствует на пешеходном переходе пешеход и в дальнейшем уже продолжает движение. На 68-летнего водителя заведено уголовное дело. За свою невнимательность ему придется ответить по всей строгости закона. Участники автопробега надеются, что им удалось привлечь внимание к проблеме и впредь водители и пешеходы будут еще более внимательными на дорогах. Руслан Душевский, Анапа-регион. Начался сезон гриппа и простудных заболеваний. В это время медики советуют быть особенно внимательными к своему здоровью и соблюдать необходимые меры профилактики. Подробнее о том, как защитить себя от болезни, на какие симптомы стоит обратить внимание, как лечить и чего ни в коем случае нельзя делать, расскажут специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Анапа. С 22 января по 5 февраля будет работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Вопросы можно задавать по телефону 327-86 и 429-86. В Новороссийске продолжается футбольный турнир среди любительских команд. Сборная станицы Анапская в этот раз встретилась с командой Пегаса из станицы Натухаевская. Уже с самого начала анапские футболисты взяли высокий темп игры. Голевые моменты у ворот противника следовали один за другим, но, к сожалению, ни один не завершился удачей. В первом тайме футбольному клубу станицы Анапская так и не удалось реализовать ни одного момента. А вот Пегаса открыл счет. Первый период 1-0 не в нашу пользу. Во втором тайме игра и вовсе у Анапчан не задалась. В течение 10 минут нашим игрокам забили еще два гола. Футболисты Пегаса играли слаженно и жестко, допуская нарушения. Так, за грубую игру команде соперника было назначено пенальти, который анапские футболисты успешно реализовали. Но на этом везение Анапчан закончилось. Игра завершилась со счетом 5-1 в пользу футболистов на Тухаевской. К сожалению, футбольная команда «Станица Анапская» из турнира выбывает. Завершились новогодние и рождественские праздники. Самые юные анапчане, воспитанники детского сада «Виктория», поставили яркую точку в череде торжеств. В этом детском саду развито дополнительное образование. Дети из средних групп, занимающиеся вокалом, вместе с педагогами подготовили часовую программу, посвященную самому доброму и светлому празднику – Рождеству Христову. Дети пели, танцевали и читали стихи. Каждое выступление было пронизано добрыми эмоциями и чувствами, которыми малыши щедро делились со своими родителями. На праздник были приглашены и почетные гости – настоятели анапских храмов. Батюшки рассказали об истории праздника, о вере, о молитве и научили, как правильно ее произносить. Дети узнали историю праздника, где проявили свои творческие, ну и вокальные способности. Таким трогательным концертом детсадовцы завершили череду новогодних и рождественских утренников. Но на этом праздники не заканчиваются. Во всех детских садах уже началась подготовка к 23 февраля и 8 марта. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.